Привет, друзья! Екатерина Васильева – яркая и уникальная звезда на небосклоне отечественного кинематографа. Ее особая манера игры, неординарная внешность, запоминающийся голос, остаются в памяти навсегда. Ее карьера была стремительна и невероятно успешна, поэтому актриса сильно удивила поклонников и ее таланта и близких людей, когда, находясь на самом пике популярности, вдруг обратилась к Вере. С тех пор она отдает предпочтение духовным исканиям, а не славе. В 33 года актриса приняла крещение и оставила съемки в кино. Гораздо позже она вернулась в профессию, но объяснила этот поступок не тягой к популярности, а нуждой в деньгах. Ей нужно было помогать родственникам. Да и сама Екатерина Сергеевна просто не умела иначе заработать на хлеб. Что же толкнуло звезду кино на такой отчаянный шаг? Причин было несколько. О них однажды поведал второй муж Екатерины, сценарист и драматург Михаил Рощин, Гебельман. Мы влюбились с первого взгляда, в тот же день оставили семьи и стали жить вместе. Влюблены были страшно. Продержались лет пять. Катя оказалась сумасшедшая такая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо. Она и в церковь подалась из-за алкоголизма. Я просто не мог ей оставить диму. И забрал его себе, признался Рощин незадолго до своей кончины в интервью экспресс-газете. В молодости Екатерина Васильева была невероятно эксцентричной натурой. Она совершенно не задумывалась о морали и грешила направо и налево, в чем сама потом не раз признавалась. Без зазрения совести начинающая актриса увела женатого Рощина из семьи, а ведь она сама в ту пору состояла в браке со знаменитым режиссером Сергеем Соловьевым, с которым познакомилась еще во ВГИКе. На момент знакомства с Рощиным этот брак уже изжил себя, и Екатерина открыто крутила романы на стороне. Рощина, конечно же, тоже праведником назвать сложно, ведь Васильева стала уже третьей женой сценариста. В общей сложности он был женат пять раз и имеет четырех детей от этих браков. Но это уже другая история. После свадьбы жизнь пары казалась радужной. Окружающие завидовали безумной любви Екатерина и Михаила, а вскоре в семье родился сын Дмитрий. Поначалу они жили бедно, в съемной квартире. Но вскоре пришел успех, появились деньги, которые, казалось, убили чувства. Карьера тоже складывалась более, чем удачно. Васильева даже пригласила свою подругу Ирину сидеть с и следить за домом, конечно же, не бесплатно, так как сама пропадала на съемках и в театре. И, как это бывает в дешевых мыльных операх, именно с этой няней актриса застукала мужа через несколько лет. Свою неверность Михаил позже оправдывал дурным нравом супруги. По его словам, он еще не встречал женщину, которая любила бы себя больше, чем Екатерина. Как сказал мой друг Олег Ефремов, «Ну что ты, Миша, плачешь? У нее нет органа, которым любят», – вспоминал Рощин. Конечно же, она и его любила, как могла, но невероятный талант и успех совсем оторвали ее от действительности. Она чувствовала себя непобедимой, от вседозволенности начала прикладываться к бутылке. «Нам искалечили жизнь, отняв Бога. Если бы я знала, что делаю, никогда не прожила бы свою жизнь так, как прожила. Все, что я делала, было от безбожия, гордыни, тщеславия». Оправдывалась позже Екатерина Васильева. Именно в этот момент жизни судьба предоставила Васильевой шанс проснуться. Ее сын заболел, и актриса отвела его на прием к врачу, и Катерине Трубецкой завязалось общение. Именно эта женщина впервые привела Васильеву в храм, который необычайно подействовал на актрису. Она стала постоянно посещать церковь, а потом и вовсе отправилась в паломничество. СМИ в ту пору, а это примерно 1987 год, пестрели заголовками, что знаменитая актриса ушла в монастырь. Конечно же, это было преувеличением. Вернувшись из поездки, Екатерина устроилась в ту же церковь казначеем. Она приложила много сил на то, чтобы восстановить храм, найти средства. Уже в ту пору актриса открыто признавалась прессе, что она безбожно грешила. Курила, пила, врала, изменяла мужу. Но самым страшным грехом все же считает себелюбие. Никогда и никого она не любила так, как себя, даже сына. После развода Рощин женился на той самой подруге, которая приходила сидеть с их сыном. Он видел, какая духовная трансформация происходит с бывшей женой, и отдал ей ребенка. Со стороны он наблюдал, как бывшая жена водит мальчика в церковь. Переживал, как бы она не перегнула палку и в этом отношении. Но вскоре актриса вернулась на сцену и в кино, и Рощин выдохнул с облегчением. Но через несколько лет его ждало еще одно разочарование. Очередной грех, казалось бы, праведной супруги. Она отказалась признать собственного внука. Дело было так. Подросший сын Дмитрий пошел по стопам матери и поступил во ВГИК. Там у него завязался роман с актрисой Леной Кориковой. Страсть захватила молодых людей, и они решили пожениться. Но Екатерина Сергеевна не позволила. Она была уверена, что эта лимитчица из Тобольска просто претендует на их квартиру в Москве. Она настояла на том, чтобы сын бросил Елену, а вскоре выяснилось, что девушка ждет ребенка. Узнав об этом, Васильева поступила и вовсе не по-христиански. Она посоветовала сделать аборт. Корикова все же решила родить в надежде, что малыш смягчит черствое сердце, и родственники его признают. В 1993 году на свет появился мальчик, Арсений. Но чуда не произошло, сердца не смягчились. «Я читал про эту историю в журнале», – говорил Михаил Рощин. «Сын мне сам ничего про эту девушку не рассказывал. Вполне могло случиться, что тут вмешалась со своим дурным нравом Катя, и они из-за нее разошлись». Возможно, именно этот горький эпизод и чувство вины привели к тому, что сын Васильевой, Дмитрий, тоже встал на путь духовного поиска. Он окончил семинарию и стал протеереем храма святителя Николая. Сейчас он женат и у него восемь детей. Кинематография актрисы. Кинематографическая биография Екатерины Васильевой началась довольно рано, когда она еще была студенткой вуза. В 1965 году девушка сыграла в фильме «На завтрашней улице». Периодом, когда артистка обрела популярность, стали 70-е-80-е годы. Причем одинаково талантливо она представала во всех амплуа – и комедийном, и драматическом. Даже эпизоды с Васильевой становятся яркими. В 21 веке фильмография кинозвезды пополнилась главной ролью в комедийной мелодраме «Приходи на меня посмотреть с Олегом Янковским и Ириной Купченко». За образ женщины-инвалида, собравшейся однажды избавить дочь от забот по уходу за ней, Васильева номинирована на Нику. В 2009 Сергей Соловьев представил на суд зрителей свое прочтение романа Анна Каренина. Васильевой в фильме отведена роль матери Вронского. Главную роль исполнила Татьяна Друбич. В том же году Тимур Бекмамбетов привлек знаменитую актрису в боевик «Черная молния» о студенте, ставшем обладателем летающего автомобиля. В тандеме с Валерием Золотухиным, Екатерина сыграла создателя столь редкого «Чуда техники». В остросюжетной ленте «Королева бандитов» артистке досталась роль матери хозяина городского рынка, которого уважают и местные власти, и преступные элементы. Не отказалась Васильева от приглашения в мистическую драму «Рубеж» с Павлом Прилучным и Семеном Трескуновым. Она сыграла блокадницу, чьи воспоминания помогают главному герою в поисках подтверждения родства с погибшими в войну бойцами Красной армии. В 2018 году Екатерина получила премию за лучшую женскую роль международного кинофорума вместе в мелодраме «Аниматор». Героиня Васильевой – женщина с тяжелым характером, позабытая звезда, доживающая свой век в хосписе. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok